Проверка, которая проходила в комбинате школьного питания, никак с красноярскими событиями не связана. У нас ежегодно, один раз в год, проходят плановые проверки. В 2020 году было две проверки. Одна была плановая, в ноябре проверка КШП и школ города, потому что пищеблоки школ города непосредственно относятся к КШП и там работают штатные сотрудники комбината школьного питания. И в январе прошла внеплановая проверка. Проверка началась с 12 января, сразу после выхода нас с каникул. И длилась она в течение месяца, ну по крайней мере предписание мы получили 29 января. Поэтому те данные, которые мы публиковали на сайте, эти данные от января месяца. Проверка была внеплановая и она была связана с поручениями по проверке готовности школы и обеспечению горячим питанием, бесплатным горячим питанием школьников. Предписание мы получили 29 января и сразу скажу, что буквально через три дня после получения предписаний мы оговорили весь план действий по тем замечаниям, которые в предписании были отражены. Забегая вперед, сразу скажу, что на сегодняшний день из предписания и вот тех замечаний, которые вы сейчас увидели на сайте, три замечания находятся в работе, все остальные замечания исполнены. Два из них исполнены сразу в ходе проверки. Какие замечания в работе? Вернее, какие замечания находятся еще в работе? Первое, это индивидуальное меню для детей, имеющих различного рода заболевания. В Сан-Пине подразумевается, это дети с аллергическими реакциями и дети с заболеваниями эндокринной системы, это сахарный диабет. Действительно, такого цикличного меню у нас нет. У нас цикличное меню для всех категорий детей разного возраста, но без больных. Дело в том, что, напомню, что с 1 января 2021 года вступили в действие новые Сан-Пины. До этого вот такое цикличное меню было рекомендовано. И в связи с тем, что у нас не было большого количества таких детей, это не разрабатывалось. Сейчас, когда внимание на питание детей с ограниченными возможностями, достаточно пристальное внимание к этому питанию, было принято решение, что мы начнем разрабатывать это меню, но собственными силами это сделать невозможно. Поэтому мы искали подрядчика, который возьмет такое цикличное меню заставлять. Были разусловлены запросы в несколько ведомств, и мы получили ответ с Новосибирского научно-исследовательского института гигиены, что они готовы взяться за разработку такого цикличного меню. Для этого, естественно, мы должны показать все категории детей. Мы должны поработать еще с медициной, потому что нам нужно тут не ошибиться ни в каком диагнозе, чтобы нам уже сотрудники этого института разработали такое меню. И я думаю, что к сентябрю 2021-2022 учебного года мы с этой задачей справимся. Еще одно замечание сейчас находится в стадии выполнения. И это замечание тоже не было продиктовано сам ПИНом предыдущим. Оно вступило в действие тоже с 1 января. Это что для контроля температуры блюд на линии, раздаченной пищеблоках, отсутствуют термометры. Контроль в температуре блюд не осуществляется. Действительно, таких термометров у нас в наличии на линии не было. Мы, во-первых, искали поставщиков, которые нам это поставят. Надо было понять, как с ними пользоваться. Мы нашли, мы изыскали деньги на приобретение таких термометров. Мы купим эти термометры и в ближайшее время, я думаю, после каникул мартовских, такие термометры будут. У нас на каждом пищеблоке. И у нас на сегодняшний день есть проблемы с организацией производственного контроля в рамках программы, основанной на принципах СХАСП. Производственный контроль у нас на пищеблоках и в КШП ведется. Обязательный, очень жесткий. Один раз в квартал проходят лабораторные исследования кулинарных блюд и предметов производственного окружения в каждой школе. Это обязательно, это не обсуждается. На уровне документов и на уровне досмотра у нас существуют правила приемки товара, у нас существуют правила хранения, контроль за технологией приготовления, у нас есть штатные технологии в КШП, которые ежемесячно выезжают и составляют акты о технологических нарушениях, если таковые имеются. Собственно говоря, программа производственного контроля у нас существует. У нас нет одного блока в этой программе производственного контроля. Это вот того самого контроля, основанного на принципах СХАСПа. Что такое принципы СХАСПа? Это анализ рисков и критических контрольных точек. По-простому, комбинат школьного питания должен вести в программе абсолютный контроль от момента поступления на склад продуктов до выхода в кулинарном блюде. Вот где сколько часов продукт находился по ходу следования до школы. И у нас это делается, ну как скажем, не в программном продукте, а чисто вот визуальном, то что делают работники комбината. Программа, это достаточно дорогостоящая, если ее закупать, мы делаем это сами. Блоки уже многие разработаны, но коли это нужно очень быстро сделать, было принято решение изыскать средства, и мы будем это программно обеспечены для того, чтобы это было. Потому что действительно очень жесткий контроль должен соблюдаться. Не знаю, насколько это потом сработает на качество, но тем не менее требуется, значит будет. Сразу хочу сказать, что предписание, которое нам выдано было еще в январе, срок выполнения этого предписания 11 января 2022 года. То есть у нас есть еще время для его исполнения. Но еще раз говорю, мы не исполнили три пункта. Пройдусь по тем пунктам, которые как бы взбудоражили, у меня бы они сама взбудоражили, если бы я не знала полностью картины, которые наблюдались при проверке. Если говорить о изготовлении готового блюда, осуществляется не в соответствии с технологическими картами. Действительно, в шести школах города были обнаружены в лабораторных исследованиях заниженная или завышенная калорийность блюд. То есть не отходило соответствие жиров, белков и углеводов в той пропорции, в которой она должна отходить по технологической карте. Я сейчас не могу сказать причину этого, потому что это лабораторное исследование, и сложно сказать. Молоко это было обезжиренное или недостаточно жирное, или не совпадало в жирности. Масло там было другое или доложено, или переложено. Я не могу это говорить, но сразу скажу, что на качестве исходного блюда это могло отразиться только во вкусовых вещах. Это блюдо было абсолютно бракеражной комиссией допущено, и оно было безопасное блюдо. Но это замечание. На что Наталья Ивановна, руководитель КАШП, было указано, что технологи должны также выборочно забирать выборку блюд и дополнительно проводить лабораторные исследования. Потому что на взгляд этого не поймешь, только лабораторные исследования. Не ведется ежедневная регистрация на бумажном или электронном носителе показателя температурного режима хранения пищевых продуктов и влажности в складском помещении. Да, действительно, у нас в школах есть складские помещения небольшие, потому что основной склад это у Натальи Ивановны. Все складские помещения оборудованы и термометрами, и гигрометрами. До 1 января наличие данной аппаратуры должна была быть, и она у нас была, но не требовалось вот это введение электронного журнала. Поэтому, ну, висел градусник, на него всегда обращали внимание, на гигрометр обращали внимание, но это не фиксировалось. И будет фиксировано, уже фиксируется, фиксируется с февраля месяца. Поэтому здесь уже это не обсуждается. Допускает циклализация продукции с истекшим сроком годности. Да, тяжелый пункт, казалось бы, испорченные продукты, или какие здесь вы подразумеваете, нет. В одной из школ была обнаружена одна пачка соли иодированной, где срок годности был действительно просрочен. Но это не говорит об испорченности продукта, да, это нарушение, но это не говорит о испорченности продукта, это говорит о том, что иодов практически в соли не осталось, ей можно было пользоваться. Но эта пачка точно сейчас же была убрана, да, ей уже никто не пользовался. Конечно, нарушение шеф-повара, потому что они же делают заказ продуктов, и, видимо, когда приходила новая соль, да, на ней пользовались, а тут пачка каким-то образом, ну, осталась в стороне, ее не заметили. Да, нарушение. За это нарушение люди наказанные, но на контроль поставлено, шеф-повара несут абсолютную ответственность за такие вещи. Питание осуществляется в несоответствии с утвержденным именем. Коллеги, это может быть. Это не норма, но такое случается, потому что, сразу говорю, что комбинат школьного питания очень жестко проводит прием продуктов питания с поставщиками, и последние полтора года, сама понимаю это, потому что, будучи руководителем управления образования, с этим работали, выходили в суды с поставщиками, очень много возвращаем продуктов, мы очень много возвращаем овощей, мы очень много возвращаем бакали консервов, мы возвращаем фрукты, мы возвращаем соки, мы судимся из-за качества масла, нам приходится, пришли продукты на склад, мы возвращаем эти продукты поставщику, и соответственно, не всегда есть возможность, очень быстро заменить циклическое меню в школе, для того, чтобы все-все-все соответствовало. Хотя с санпинами и не запрещено производить замены, существует специальная в санпинах таблица замены продуктов, где это можно сделать, мы можем очень быстро заменить одну кашу на другую, или вообще омлет на кашу, мы можем это сделать, с учетом того, что в 10-дневный или 12-дневный цикл мы потом вернем те продукты, которые мы заменили. Другое дело, что на момент проверки, если такое произошло, шеф-повар могла не сделать это на бумажных носителях и не вывесить. Это тоже нарушение, должно это быть. Но вот так случилось, если это произошло прямо с утра, и продукты не были завезены, команда поваров начала готовить, соответственно, бумага не сделана. Но для того, чтобы такого не было, было проведено совещание с руководителями образовательных учреждений, потому что они подписывают тоже меню, согласовывают меню на день. Если уж такие случаи происходят, то чтобы такая двойная подстраховка, ну да, не успели одни, значит, сделайте другие. Поэтому это нарушение было, снято, контролируется. Ежедневное меню основного питания матери, замещенное в обеденном зале, не содержит информации о калорийности порции блюд. Да, действительно, наверное, наш недосмотр, потому что когда началось у нас бесплатное питание, да и вообще было питание, мы для удобства размещали, и это можно проверить за любой срок в течение года, меню на один день выставляется на сайтах образовательных учреждений, оно вывешено в столовой. Но мы для облегченного прочтения и родителям, и детям, потому что больше всего дети смотрят на это меню, у нас было три наименования. Мы такую табличку разработали, наименование блюда, выход блюда и стоимость блюда, чтобы дети сразу увидели, сколько там чего, и чтобы купить, если это свободная продажа. Сейчас внесена четвертая колоночка, где для ребенка будет видна калорийность, жиры, углеводы, белки, и все это будет показано. Мы сняли это замечание, правда, я сама еще не посмотрела, но верю своим коллегам, что это замечание устранено. Так, то, что, наверное, напрягает больше всего, на пищеблоге вырыгнут пищевые продукты с признаками порчи и гнили. Да, звучит угрожающе. Да, действительно, в одной школе, в школе из проверенных, в партии лука, было выявлено несколько луковиц, которые были с признаками порощенных вещей, мягкие, вот он действительно подпорченный. Тут же, в ходе проверки, это все было изъято, в ходе проверки, это все было еще в январе ликвидировано. Вот именно поэтому, мы обратили внимание на штрафы, штраф административный, при любой проверке нам всегда делается, это юридическому лицу, к шипу 30 тысяч, и штрафы должностным лицам, вот за те нарушения, которые, я сказала, они были, но они не считаются вот такими нарушениями, они были вынесены шеф-поварам. Все шеф-повара, которые не доглядели за солью, за луком, чего-то там не сделали вовремя, не опубликовали меню требования, все были вынесены административное, дисциплинарное взыскание и штрафные санкции в размере 3 тысяч рублей. Поэтому 10 школ проверено, ну нет, школ-то проверено больше, в 10 школах были какие-то фрагменты выявлены, 10 школ шеф-повара наказаны. Так, ну и последнее, я тут не говорила вам, это исследуемые образцы блюд, компот по содержанию витамина С не соответствуют гигиеническому нормативу. В чем там проблема? Это в нескольких учреждениях было, витамин С добавляется в компот, но опять здесь сложилась ситуация, она могла быть двойная, есть чистый витамин С, а есть витамин С с добавлением сахара. Там, где был витамин С с добавлением сахара, нужно было просто увеличить долю пакетиков, которые засыпаются в компот, и тогда бы это все прошло. Ну где-то вот они прошли просто по норме, не соотнесли, что там не полностью витамин С. Возможно, такой ход, это только лабораторно можно установить на глаз, это не установишь. Либо допущена была ситуация, вы знаете, что в горячее блюдо нельзя добавлять ничего, да, исчезает. Возможно, недостаточно был охлажден компот, и витамин С был запущен, и выявилось это нарушение. Поэтому вот из всех нарушений, три нарушения требования сегодня находятся в работе, все остальные, два было в момент проверки сразу устранено, остальные нарушения устранены в феврале месяце, уже в ходе работы с этим предписанием. До, я уже сказала, 11 января 2022 года мы ситуацию по трех пунктам исправим. Надеюсь, что жесткий трех уровней, мы теперь так называем, контроль, это КШРП, это шеф-повара, это руководители школ, и четвертый уровень, это общественный контроль родителей, потому что у нас в каждой организации есть общественный контроль, группы родителей, которые контролируют, но опять же, они визуально будут это все посмотреть, потому что лабораторные вещи не всегда можно сделать. Но тем не менее, производственный контроль, который ведется поквартально, технологи, которые заходят раз в месяц, они будут выявлять какие-либо нарушения, и будем уходить от них. Продолжение следует...